последние приготовления и будем начинать и так начнем группа подразделений специального назначения альянса в которую входила наша команда должна была захватить живыми майора предателя артура шрайера который со своими единомышленниками находится на парадничной территории одного не очень демократичного государства на данной игре принимали участие команда из киева чернигова а смотрите то есть наша задача вот туда получается мы ходим относим лодку ты в голове идешь а ты замыкаешь тогда а мы чуть вровняем лодку наша первая задача наблюдательный пункт разворачиваем и должны там так расположиться чтобы мы просидели там часа четыре что это значит один человек оборудует место наблюдательное на дереве чтобы просматривалась вся поляна то есть какая смотрите мы сейчас находимся мы находимся здесь нам нужно пройти по низине вот сюда вот к этому месту это те деревья один залазит на дерево оборудовать место для наблюдения использует сеть маскировочную чтобы наверху его не было видно издалека и просматривает полностью вот эта кромка леса просматривает получается вот эту часть вот так вторая наша группа она выдвигается отсюда и будет идти вот так соответственно наблюдает чтобы перед ней не было никаких никаких вещей по рации передает мне я связываюсь с главным пунктом и передаю уже той группе которая движется обыскивать какая задача вообще миссии где-то в этом лесу расположена база противника и там находится лицо которое мы должны захватить и обезвредить да фотографии его вот нам нужно его обезвредить и не дать взорвать газопровод который проходит вот здесь вот то есть поэтому вначале мы здесь сразу полагаем наблюдательный пункт один занимается тем чтобы наблюдательный пункт нет остальные занимаются обеспечением лагеря то есть так чтобы было удобно на 4 часа отдохнуть поспать и так далее по знаку разведгруппа которая идет вот здесь мы получаем задачу разворачивать переправку с лодки только я уже дал точнял а вот тогда я буду заниматься на какой-нибудь там на дереве хорошо сижу там если что берешь себе кого-то помогать если будут какие-то проблемы там используйте одну сетку второй сеткой мы прячем лодку лодку сразу же тогда отвечаете вы вдвоем спускаете ее к берегу и просто маскируете маскировочную сеть то есть на воду не спускать спрятать и пусть она лежит и сложить туда же сразу веревку и уже продумать вариант где вы будете привязывать и и В начале мы выдвинулись колонной в точку размещения лагеря. Погода была приятная, все хорошо видно, не холодно, не было дождя, но это длилось недолго. Мы дошли к реке, где нам нужно было провести много времени, где-то до темноты. Каждый начал заниматься своими задачами, Фидель сразу занял наблюдательный пост. Яс, Юкон начали выставлять оборону и следить за периметром. С обоих сторон вдоль реки были выставлены часовые. Ветели и Антопа занялись маскировкой лодки и привязали ее к колышку, чтобы нам легче и быстрее было по темноте организовать переправу. Мы постоянно держали связь по рации с командующим стороной, которого поступали задачи. До того, как стемнеет, нам нужно было разбить лагерь. Палатку долго ставить и долго собирать. Теряется мобильность группы. Поэтому мы поставили купол по принципу адвоката Егорова. Только использовали два тента защитного цвета. Вышло три прута, связанные между собой и вкопанные по бокам. Потом все это дело накрыли тентом и маскировочной сеткой. Лодку мы спрятали напротив небольшой бухты, чтобы удобно было выходить на лодке. Виталик смастерил одно весло, которое нам потом пригодилось. После проверки мы пошли на досмотр территории. Командующие стороны выдал GPS, в котором были все обозначения. Не доверяйте сильно GPS, он нас подвел ночью. Хорошо, что мы запомнили главные ориентиры. Пометя с водком, обещали дождь вечером. Как только мы поставили палатку, он начался. В палатке мы обсудили дальнейшие действия нашей группы. Противник, предполагаемый, был либо вот здесь в лесу, либо в этом лесу. Остальное все открытка пространства. Переходы только два. Вот этот мост и вот здесь получается какой-то мост. И ребята перешли отсюда вдоль этого врага, прошли сюда, просмотрели этот лес. Подошли к этому озеру, вокруг озера посмотрели. И сейчас начинают смотреть эту. Что дальше? То есть, когда они найдут противника, они рядом где-то сделают лагерь, в котором скинуть можно все рюкзаки. Тогда они нас вызывают, мы натягиваем на веревке переправу, организовываем ее, и двигаемся к той точке, где они найдут. Но сейчас это уже вероятно всего где-то здесь будет лагерь. Поэтому мы куда-то сюда будем. На чего нам нужно натягивать переправу. Под утро, когда они уже немножко будут спать там хотеть, мы начинаем штурмовать, забираем этого чувака. Когда он раненый, он не может стрелять рукой, руками. Мы его берем и ведем сюда. Потому что все думают, что можно только через мосты переводить, поэтому они будут нам отрезать, может быть, мосты. А мы проведем его сюда, здесь переправим, и вот в этой точке нам нужно его, получается, высохнуть. Ну, грубо говоря, почти к нашим машинам. Поэтому мы его переправляем, проводим сюда, переправляем через речку и доставляем сюда. Во время нашего патрулирования мы обнаружили браконьера, который ставил сети на речке. И сеть он ставил как раз в том месте, где мы планировали делать переправу. Я постарался снять его на видео. Слава Богу, что он поставил сети и больше не появлялся. Наверное, он их поставил на ночь, а проверять он должен был прийти рано утром. Дождь начал усиливаться. Чтобы группа не промокла, мы накрыли наш купол тентами со всех сторон. Один наблюдатель с биноклем постоянно светл за периметром и менялся каждые 30 минут. Вот так выглядел наш лагерь со стороны. Вся группа начала готовиться к выходу. Начали доставать R9, пончо и гортексы. Начали с приготовления к ночной операции. Перед тем, как ночью переправляться через речку, мы решили проверить ходовые качества лодки, а заодно проверить противоположный берег. Распутали и привязали веревку, чтобы натянуть ее для более удобной приправы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лодка из-за камышей не могла подойти к самому берегу, поэтому приходилось прогивать почти в воду. Ночью, когда температура опустилась, мы об этом пожалели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я отправил Фидели обратно за инструментами. Проверка прошла нормально. Лодка могла выдержать двоих и могла взять с собой дополнительный груз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы привязали лодку к противоположной стороне. Вышло что-то типа парома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лодка не первой свежести и была с дырками. Мы еще не раз ее накачивали насосом, который постоянно находился в лодке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как основная часть миссии приходилась на ночь, мы начали готовить ужин. Ведь непонятно, когда у нас получится поесть и отдохнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Турист начал готовить. На дереве с биноклем и прибором ночного видения остался наблюдатель. Все остальные отдыхали, меняя по очереди наблюдателя, который следил за обстановкой вокруг лагеря и за поляной, на которой находился газопровод. Мы три раза видели группу противника, которые проверяли газопровод. Каждый раз мы докладывали о результате командующему стороной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После этого фонарик пришлось выключить, так как мы начали готовиться к переправе и к соединению с основной группой. Ночью нас подвел GPS, и мы только по ориентирам смогли соединиться с основной группой. Найдись нам удалось только с помощью тепловизора. После того, как мы ночью все мокрые Д-нитки пришли в штаб, нам удалось перегруппироваться, поставить тенты и отдохнуть. Каждый по очереди стоял на часах. А я с командованием обсуждали план утреннего штурма. К сожалению, игра закончилась очень неожиданно. Один из нашей группы убил майора Шрайера во время вылазки, поэтому дальнейший открыш был бессмысленным. Часть людей уехали домой. Наша команда осталась до утра, и с рассветом мы вышли в обратный курс. Ребята, если вам интересны такие летсплеи, то напишите об этом в комментариях. Я потратил много времени на монтаж и съемку. Лучшая ваша благодарность автору – это репост данного видео. До новых встреч!